Польша уже предлагает высокие реальные процентные ставки, а польские злоты теперь рассматривают как относительно безопасный прокси в иерархии к евро. Гаутам Калани, Deutsche Bank После оглашения решений ЕЦБ курс польского злотого вырос на 0,8%, что стало уже третьим днём подряд укрепление этой валюты. Центробанк Польши сегодня не предпринял никаких действий и оставил процентную ставку неизменной на уровне 1,5%. Как это повлияет на курс злотого в краткосрочной перспективе? Однозначное решение Центробанка Польши поддержит курс злотого. Причиной, по которой курс злотого не так давно находился под давлением, было ожидание смягчения монетарной политики ввиду хронической дефляции. Но в Польше члены Комитета по вопросам монетарной политики единодушны в том, что сокращение ставки практически не принесёт никаких плодов в борьбе с низким уровнем инфляции, ведь он вызван преимущественно факторами, связанными с предложением на рынке. Например, это низкие цены на нефть и дефляция в еврозоне. Поэтому Центробанк Польши решил оставить процентные ставки неизменными. Я считаю, что если Центробанк и дальше будет придерживаться своей позиции, и уровень инфляции постепенно начнёт увеличиваться, то исчезнет необходимость в каком-либо смягчении монетарной политики. Если Центробанк будет сохранять свой настрой, то рынки перестанут включать сцену сокращения ставки на 25 базисных пунктов, что они делали последние несколько месяцев. Это, естественно, поддержит курс злотого. Большая часть польского экспорта приходится на еврозону. Если курс злотого продолжит расти к евро, думаете ли вы, что Центробанку всё же придётся вмешаться? Откровенно говоря, пока об этом не стоит беспокоиться. Рост курса польского злотого в начале этого года – всего лишь коррекция нисходящего тренда этой валюты, который длился весь 2015 год. Курс польского злотого всё ещё слаб. В апреле прошлого года курс еврозлоты был на отметке 4. Пока мы ещё далеки от того, чтобы бить тревогу из-за негативного влияния курса злотого на экспорт. Согласно отчёту Центробанка, экспортеры допускают курс злотого к евро даже на уровне 3,8. Согласно нашим оценкам, злотый недооценён на 10%. Таким образом, любой рост курса польского злотого всего лишь выведет его на уровень соответствия фундаментальным показателям, чему Центробанк не будет препятствовать. Он, в принципе, никогда не вмешивается с целью ослабить курс национальной валюты. Это говорит о том, что и сейчас Центробанк не намерен вмешиваться. Инвесторы в поисках убежища от низких и негативных процентных ставок. Столкнётся ли Польша в этом году с притоком инвестиций в страну? Да, я считаю, что это вполне вероятно. Мы достаточно высоко оцениваем польские облигации. Несмотря на их относительную непопулярность за рубежом, мы ожидаем увеличения притока средств в облигации Польши. Ввиду программы количественного смягчения и низких процентных ставок в Европе, капитал инвесторов нацелится на Польшу в поисках прибыли. Реальные ставки в Польше уже на высоком уровне, и польские злоты рассматривают как относительно безопасный прокси в иерархии к евро. Таким образом, дополнительное стимулирование со стороны ЕЦБ поддержит курс злотого по мере увеличения разрыва между процентными ставками и у Центробанков. Также вероятен хороший приток прямых зарубежных инвестиций ввиду положительного прогноза по экономике Польши. Гаутам, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Тукаскопе ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok